Дотракийское море, сказал сир Джорахмармонт. У их ног открывался необъятный простор, уходивший к горизонту. Здесь не было ничего, лишь бесконечные, высокие в рост человека травы, колыхавшиеся под ветром. Действительно море, здесь столько зелени, сказала Дейенерис. Это сейчас, но когда степь цветет, темно-красные цветы заливают ее морем крови. И это всего лишь хран на дитя. Здесь есть сотни трав со стеблями желтыми, синими или переливающимися. Говорят, в краю теней за Асшаем растут океаны призрак травы, стебли ее бледны и поднимаются выше головы сидящего на коне всадника. Трава эта убивает все остальные и в темноте светится отблеском пламени, сжигающего погибшие души. Дотракийцы утверждают, что однажды призрак трава покроет весь мир и тогда вся жизнь закончится. Мысль эта заставила Дэнни поежиться. Здесь так прекрасно, что я не желаю думать о смерти, сказала она. Как вам угодно, Кхалиси, отвечал сир Джорах с почтением. Она обернулась на звук голосов. Они с Мормонтом обогнали отряд, который сейчас поднялся на гребень. Служанка Ири и лучники ее Кхаса скакали легко, но Визерис боролся со стременами и седлом. В степи брат казался жалким, ему и не нужно было быть здесь. Магистр Иллирио предлагал ему подождать в Пентесе, но Визерис решил оставаться с друга, пока долг не будет уплачен, пока тот не поможет ему получить обещанную корону. «Ну а если он попытается надуть меня, то пусть остережется. Узнает тогда, что значит будить дракона», – бахвалился Визерис, положив руку на чужой меч. Иллирио, поморгав, пожелал ему удачи. Дэнни поняла, что не желает слушать жалобы брата. День был слишком хорош для этого. Не хватало еще, чтобы Визерис испортил ей настроение. «Подождите здесь», – сказала она Сиру Джороху. «Пусть все остановятся. Скажите, что я приказываю». Рыцарь улыбнулся. Сира Джороха нельзя было отнести к симпатичным людям. Бычьи плечи и шея его заросли жесткой шерстью, которая покрывала руки и грудь настолько густо, что для макушки ничего уже не осталось. Но его улыбка всегда подбадривала Дэнни. «Вы быстро научились говорить так, как подобает королеве Дейнерис. Я не королева, а к Халиси». Она послала кобылу вперед, галопом и в одиночестве. Дэнни скакала бесстрашно, и радость, сливаясь с опасностью, пела в ее сердце. Всю жизнь Визерис твердил ей, что она принцесса. Но Дэнни ощутила это только когда села на свою лошадь. Сначала было нелегко. Уже наутро после свадьбы Халасар направился к Вейс Датраку. На третий день Дэнни решила, что умирает. Бедра были стерты. Руки покрылись волдырями. Мышцы спины и ног ныли так, что она едва могла сидеть. Служанки помогали ей спуститься с седла. Ночи тоже не приносили облегчения. Дрога не обращал на нее внимания в пути. Вечера проводил с воинами и кровными всадниками. Дэнни ужинала в одиночестве или с серым Джорохом и братом. После, выплакавшись, она засыпала. И каждую ночь Дрога приходил в ее шатер, будил и безжалостно поднимался на нее. Он всегда брал ее сзади. Таков дотракийский обычай. Дэнни была благодарна ему. Так муж не видел ее слез. И она могла уткнуться в подушку, чтобы не вскрикнуть от боли. Потом Дрога засыпал, а Дэнни лежала рядом. И тело ее ныло, не позволяя уснуть. День следовал за днем, и наконец Дэнни поняла, что больше не выдержит. Придется убить себя, но дальше она не поедет, решила она однажды ночью. Но уснув, опять увидела дракона. Его черная, как ночь, чешуя была мокрой от крови. От ее крови, ощутила Дэнни. Глаза дракона казались лужицами расплавленной магмы. А когда он открыл пасть, из нее ударило жаркое пламя. Дэнни слышала, как дракон поет ей. Она развела руки, обнимая огонь. Предалась ему, позволив охватить ее целиком, очистить и закалить, залечить раны. Она ощущала, как горит и обугливается. Чувствовала, как кипит, превращаясь в пар, кровь. Но боли не было. Она ощутила незнакомую силу и ярость. На следующий день, как ни странно, тело болело не так уж сильно, словно бы боги услышали ее и пожалели. Служанки заметили перемену. «Халиси, что случилось? Ты больна?» – спросила Чхику. «Я была больна», – отвечала она, наклоняясь над драконьими яйцами. Дэнни ласково погладила скорлупу самого большого из них. «Черно-алое», – подумала она, – «как дракон в моем сне. Камень показался ей странно теплым. Или она еще дремлет?» Дэнни с опаской отдернула руку. Теперь каждый день давался легче предыдущего. Дэнни все увереннее чувствовала себя в седле. Дотракийцы – не сентиментальный народ, не в их обычаях давать имена животным. Поэтому Дэнни тайно называла свою лошадь серебрянкой и любила ее, как никого в своей жизни. Когда верховая езда перестала быть испытанием, Дэнни начала замечать красоту этого края. Она ехала во главе к Холосаре вместе с Дрога и поэтому видела землю свежей и невытоптанной. Это позади нее огромная орда терзала копытами землю и мутила реки. Но поля впереди них всегда были зелены и ярки. Они миновали плавные холмы Норваса, переправились через широкие реки. Обогнули руины огромного древнего города, где, как утверждали, между почерневших мраморных колонн до сих пор стонали призраки. Они ехали по старым валерийским дорогам, прямым, как дотракийская стрела. Половину месяца проезжали через Квахорский лес. После езды ее тело еще побаливало. Но теперь в усталости появилось нечто приятное. И Дэнни все охотнее садилась в седло, ожидая увидеть новые чудеса далеких земель. Она начала чувствовать удовольствие и по ночам. А если и вскрикивала, то не всегда от боли. У подножия гребня трава окружила ее. Дэнни потерялась в зеленом благословенном одиночестве. В Кхаласаре она никогда не оставалась одна. Служанки купали ее и спали возле шатра. Кровные всадники Дрога и люди ее Кхаса никогда не отходили далеко. Брат бросал тоскливую тень на ночи и дни. Дэнни услышала его голос. Захлебываясь гневом, Визерис что-то кричал Сиру Джороху. Она поехала дальше. Зелень поглотила ее. Воздух был полон ароматов земли и травы. К нему примешивался запах пота самой Дэнни и масла, умощавшего ее волосы. Дотракийские запахи. Дэнни радостно вдыхала воздух. Ей вдруг захотелось ощутить под собой землю. Погрузить пальцы ног в черную жирную почву. Соскочив с седла, она потянула с ног высокие сапоги. Визерис налетел на нее внезапно. Конь встал на дыбы. Он осадил его слишком резко. Как ты смеешь? Ты смеешь командовать мной? Мной? Он соскочил с коня и споткнулся. Когда поднялся на ноги, лицо его побагровело. Брат схватил Дэнни за плечи и потряс. Или ты забыла, кто ты такая? Погляди на себя. Дэнни не нуждалась в зеркале. Босые ноги. Дотракийский кожаный верховой костюм. Весь ее вид свидетельствовал о принадлежности к этой земле. Визерис же казался грязным и неряшливым в городских шелках и кольчуге. Не ты командуешь драконом. Ты понимаешь это? Я владыка Семи Королевств. И не подчиняюсь приказам бабы какого-то лошадника. Ты слышала меня? Он запустил руку под ее жилет. Пальцы его болезненно впились ей в грудь. Напрягая все силы, Дэнни оттолкнула брата. Визерис не поверил своим глазам. Она никогда не возражала ему. Никогда не отвечала на удары. Его лицо исказило ярость. Сейчас он ударит ее. И очень сильно. Она это знала. Кнут ударил как гром. Петля обхватила Визериса вокруг горла и дернула назад. Задыхающийся он полетел в траву. Дотракийцы окружили его. Чхого выдохнул вопрос. Ири перевела. Чхого спрашивает, хочешь ли ты его смерти к Халиси? Нет. Нет, кто-то рявкнул что-то похабное. Все расхохотались. Ири перевела. Куаро считает, что у него следует отрезать ухо, чтобы научить уважению. Визерис стоял на коленях. Пальцы пытались сорвать кожаную удавку. Он что-то хрипел, пытаясь вздохнуть. Скажи, что я не хочу, чтобы ему причиняли боль. Чхого потянул кнут, дернув Визериса, как марионетку. Тот снова упал, освобождаясь от кожаного удушающего объятия. Под подбородком, там, где кнут прорезал кожу, выступила тонкая линия крови. Я предупреждал его, что такое может случиться, миледи, сказал сир Джорах. Я просил его остаться на гребне, как вы приказали. Я знаю это, ответила Денни, глядя на Визериса. Побагровевший и рыдающий, лежа на земле, он с шумом втягивал воздух. Жалкое зрелище. Но Визерис всегда был жалок. Почему она никогда не замечала этого раньше? Прежний страх исчез без следа. Возьмите его, лошадь, приказала Денни сиру Джораху. Визерис охнул. Он не верил своим ушам. Не верила им. И Денни. Но слова приходили сами. Пусть брат мой пешком возвращается в Халасар. Дотракийцы считают того, кто пешком идет по степи, нижайшим из низких. Даже не мужчиной. Пусть все увидят, каков он на самом деле. Нет! Завизжал Визерис. Он повернулся к сиру Джораху. Ударь ее, Мормонт! Это приказывает твой король. Убей этих дотракийских псов и проучи ее! Рыцарь перевел взгляд с Денни на ее брата. Она была боса. Между пальцами выступала земля. Волосы намасляны. А он встали и шелках. Денни поняла решение по его лицу. Он пройдется пешком к Халисе. Поклонил Сэрци. И придержал коня брата, пока Денни поднималась на свою серебрянку. Визерис смотрел на них, раскрыв рот. А потом опустился на землю. Он молчал. Только его полные яда глаза провожали их. А он найдет путь назад? Спросила Денни у Сира Джораха. Даже такой слепец, как ваш брат, способен отыскать дорогу по нашему следу. Я ударила его, сказала она, удивляясь себе. Теперь случившееся. Казалось сном. Сир Джорах, как по-вашему? Визерис будет сердиться, когда вернется? Она поежилась. Наверное, я разбудила дракона, правда? Сир Джорах фыркнул. Мертвых не поднять, девочка. Ваш брат Рейгар был последним из драконов. И он погиб у Трезубца. Визерис? Это даже не змея. Тень ее. Столь откровенные слова испугали ее. Денни показалось, что все, во что она верила, вдруг стало сомнительным. И вы... И вы присягнули ему мечом? Так я и поступил, девочка. Раз ваш брат тень змеи, каковы тогда его слуги? Сказал он с горечью в голосе. Но он все еще истинный король, он... Джорах поглядел на нее. Будем откровенны. Ты хочешь, чтобы Визерис сидел на троне? Денни уже думала об этом. Из него ведь не получится хорошего короля, правда? Бывали и хуже, но редко. И все же, простой народ ждет его. Магистр Иллирио утверждает, что люди шьют знамена с драконом и молятся, чтобы Визерис возвратился и освободил их. Простой народ вымаливает дождя, здоровых детей и лето, которое никогда бы не кончалось, усмехнулся сир Джорах. Игры высоких лордов их не волнуют, лишь бы знать оставила народ в покое. Так было всегда. Денни какое-то время обдумывала его слова. Они противоречили всему, что твердил ей Визерис. Оказывается, простому народу все равно, истинный ты король или узурпатор. Но чем больше она думала, тем больше правды чувствовала в словах Мормонта. «А о чем молитесь вы, сир Джорах?» «О доме», — ответил он скорбным голосом. «И я молюсь о доме», — сир Джорах усмехнулся. «Тогда оглянись вокруг себя к Халиси». Но Денни видела неравнину. Ей представлялась Королевская Гавань, Красный Замок, построенный Эйгоном Завоевателем, Твердыня на Драконьем Камне. «В памяти ее крепость горела тысячью огней, Светилось каждое окно. В памяти ее все двери были красными. Мой брат никогда не вернет семь королевств», — сказала Денни. И вдруг поняла, что знала это всю жизнь. Просто никогда не позволяла себе произносить эти слова даже шепотом. А теперь сказала их вслух перед Джорахом Мормонтом и всем миром. «Визерис не способен возглавить войско, Даже если мой благородный муж предоставит ему воинов. У него нет ни гроша, А единственный рыцарь, который следует за ним, ценит его. Не дороже змеи, да тракийцы смеются над его слабостью. Он никогда не приведет нас домой. Мудрая девочка!» — рыцарь улыбнулся. «Я не девочка!» — бросила Денни с яростью в голосе. Она ударила лошадь, и Серебрянка понеслась голопом. Теплый ветер развивал волосы. Заходящее солнце слепило глаза. Денни достигла Кхаласара, когда уже стемнело. Когда мужчины ее Кхаса расскажут, что приключилось сегодня в траве, Начнется хохот. К тому времени Визерис прихромает обратно, И каждый мужчина, женщина и дитя в стане узнают, что он пешеход. Денни вошла в шатер. Она заметила, как далекий красный огонь Ржавым пальцем прикоснулся к драконьим яйцам. На мгновение алое пламя вспыхнуло перед ее глазами сотней языков. Денни заморгала. Пламя исчезло. «Это камень», — сказала она себе. Даже Иллирио говорил так. «Ведь все драконы давно погибли». Она положила ладонь на черное яйцо. «Оно было теплым, почти горячим. Солнце», — прошептала Денни. «Это солнце согрело яйца в пути. Служанки приготовили ванну. А вы когда-нибудь видели дракона?» Начала расспрашивать Денни, пока Ирри терла ей спину, Ачхику вычесывала песок из волос. Она слышала, что первые драконы пришли с востока, из края теней за Асшаем и с островов Яшмового моря. Быть может, в этих странных и диких краях еще обитала их родня. «Драконы исчезли к Халиси», — сказала Ирри. «Они мертвы», — согласилась Ачхику. Визерис рассказывал, что последний дракон Таргариенов умер не более полутора веков назад, во время правления Эйгона Третьего, прозванного Погубителем драконов. «Неужели они исчезли повсюду?» — спросила Денни разочарованным голосом. Даже на востоке магия умерла на западе, когда Рог поразил Валерию и край долгого лета. Но Денни слышала, что на востоке дела обстоят иначе. Говорили, что на островах Яшмового моря еще обитали мантикоры, что джунгли ети кишели василисками, что колдуны открыто практиковали свое искусство в Асшае, а маги, обращавшиеся к мертвецам и крови, еще творили свои жуткие чудеса. «Неужели на всей земле не найдется места для драконов?» «Драконов нет!» — заявила Ири. «Отважные мужчины убивают их, потому что дракон ужасен и зол». «Это все знать! Все знать!» — согласилась Чхику. «Торговец из Кварта говорил мне, что драконы спустились с луны», — сказала светловолосая Дореа. Чхику и Ири были почти ровесницами Денни. До тракийки эти попали в рабство, когда Дрога разбил Кхаласар их отца. Дореа была старше. Ей было почти 20. Магистр Иллирио нашел ее в Лиссе, в одном из веселых домов. Денни с любопытством повернула голову. «Он сказал мне, что луна была яйцом Кхалиси», — проговорила Лиси Ника. «Некогда на небе было две луны, но одна подошла слишком близко к солнцу и лопнула от жары. Тысячи тысяч драконов вырвались из ее недр наружу пить пламя солнца. Вот почему драконы выдыхают пламя. Однажды и вторая луна поцелуется с солнцем. Она лопнет, и драконы вернутся». Обе дотракийки засмеялись. «Ты глупая светловолосая рабыня», — сказала Ири. «Луна — это не яйцо. Это богиня и супруга солнца. Это все знать, все знать», — согласилась Чхику. Служанки умащивали тело Денни, расчесывали волосы, а она все думала о луне, яйцах и драконах. Ее ужин был прост. Фрукты, сыр, жареный хлеб и подслащенное медом вино. Отослав остальных служанок, Денни сказала, чтобы Дореа поела с ней. Оказавшись с Денни вдвоем, служанка потупила глаза. «Ты милостива ко мне, Кхалиси», — сказала она. Хотя чести в этом не было, от нее требовались только услуги. Потом они сидели и разговаривали. Той ночью, когда явился Кхал Дрога, Денни ожидала его. Застыв в дверях шатра, Дрога поглядел на нее с удивлением. Неторопливо поднявшись, она распахнула свои ночные шелка и позволила им опуститься на землю. «Сегодня ночью мы должны выйти наружу, господин», — сказала она. «Потому что дотракийцы полагают, что все самое важное в жизни человека должно совершаться под открытым небом». Кхал Дрога вышел за ней под лунный свет. Рядом с шатром была мягкая трава. Туда-то Денни и повела мужа. Он попытался перевернуть ее, но она остановила Дрога. «Нет, этой ночью я должна видеть твое лицо. В Кхаласаре нет уединения». Раздевая Кхала, Денни чувствовала на себе чужие взгляды. Слышала негромкие голоса, проделывая то, что посоветовала ей Дореа. «Все это пустяк. Разве она не Кхалиси? Важен лишь его взгляд». И теперь она заметила в нем такое, чего не видела прежде. В миг высшего наслаждения Кхал Дрога выкрикнул ее имя. Когда они перебрались на противоположную сторону до Тракийского моря, Чхегу коснулась пальцами живота Денни и проговорила. «Кхалиси, ты понесла ребенка». «Я знаю», — ответила Денни. Это были ее четырнадцатые именины. В книге Денни останавливает Кхаласар не потому, что ей жаль рабов, а потому, что хотела побыть одна и полюбоваться Дотракийским морем. В сериале на защиту Денни стал Ракхаро, в книге — Чхогу. И в сериале именно Ракхаро говорит Визерису идти пешком. В книге это решение Денни принимает самостоятельно. В книге Джорах и Ракхаро обсуждают оружие, когда к ним выходит Ири и говорит, что Денерис беременна. В книге этого нет. В сериале, когда она показывает, что Денни и Кхалдрога занимаются, кажется, что он ее насилует, поэтому она плачет. В книге Денни тоже больно, но от того, что она натерла ноги седлом. Разница колоссальная. В сериале Джорах рассказывает Денни о том, что продал рабов, из-за чего ему пришлось бежать, и о том, что его бросила жена, ради которой он все это делал. В книге этого нет. В сериале нам в подробностях показывают, как Дереа учит Денни. В книге этих деталей нет. Но в книге Денни ночью ведет Дрогу за пределы палатки. Они занимаются с***ом на глазах чуть ли не всего Кхаласара. В сериале все гораздо скромнее. Денни очень тяжело. Конечно, она не сталкивалась с такими физическими нагрузками. У нее болит все тело. Ей плохо. И вот она снова видит во сне дракона, который ей помогает. Отличный вопрос. Кто же посылает Дейнерис сны? В этой главе было сказано, что Денни даже думала о самоубийстве. Но дракон облегчил ее боль. То есть, дракон или тот, кто послал Денни сон, спас ее. Причем Денни теперь видит не только сны. Теперь у нее появились видения. Она часто прикасается к драконьим яйцам. Как будто у нее появилось какое-то предчувствие. Но она сама не понимает, что это значит. В разговоре со служанками Денни пытается выяснить. Может быть, где-нибудь все-таки остались драконы. Дотракейки говорят, что надежды нет. Но Дореа вспоминает легенду. Вообще, она была подарена Денни, чтобы научить ее искусству любви. Что Дореа, собственно, и сделала в этой главе. И пускай это ее работа, но сейчас кажется, что Денни приблизила ее к себе больше, чем других служанок. Потому что было сказано, что Денни ужинала или одна, или с Мормонтом и братом. Про служанок не было сказано ни слова. Но сейчас Денни хочет, чтобы Дореа поужинала с ней. Мы не знаем, о чем они говорили. Могу предположить, что Денни интересует не только искусство любви. Она начинает понимать, что все, что говорил ей Визерис, оказывается мало похожим на правду. А значит, и то, что он говорил ей о драконах, тоже может быть неверно. Поэтому стоит поговорить с человеком, который слышал о них больше самой Дейенерис. Визерис ведет себя как обычно. Вместо того, чтобы остаться в Пентесе, что было бы гораздо лучше для всех, он поехал с Кхаласаром. Но выглядит при этом жалко и нелепо. Он плохо ездит на лошади. У него нет подходящей одежды. Ему некомфортно и морально, и физически, что настроение ему не прибавляет. Поэтому, когда Джорах говорит, что Дейенерис, младшая сестра, которую Визерис истязал всю жизнь, отдала приказ остановиться всем и куда-то уехала, тут он уже не мог сдержаться. Но он просчитался. Он настолько глуп, что не понимает, что его сестра изменилась. Теперь она незатюканная бездомная принцесса. Теперь она к Халиси. С нее сдувают пылинки. Поэтому, хотя Дэнни удивилась сама себе, но она отталкивает брата. В глубине души у нее еще живет страх перед Визерисом. Она понимает, что сейчас он ее ударит. Но тут подоспел Чхого и остальные. А они пиететок Визерису не испытывают. Он поднял руку на Халиси, так что ему можно и ухо отрезать. Ничего страшного. Но пока к этому Дэнни не готова. Хотя она наказывает брата по-своему. Отбирает у него лошадь, прекрасно понимая, что его и так невысокий в Халасаре статус опустится до нуля. Джорах тоже не до конца понимает всех изменений, произошедших в Дейенерис. Сейчас он относится к ней покровительственно-снисходительно. Он называет ее дитя и девочка. Хотя в этой же главе он начинает пересматривать свое к ней отношение. Дейенерис же потихоньку выстраивает границы и ставит Мормонта на место. Говоря, что она ему не девочка. Потому что теперь с ней нельзя так разговаривать и вести себя. Медленно, но верно, Дейенерис осознает свою силу, в том числе благодаря снам и дракону в них. Хотя пока она еще переживает, разбудила ли дракона и найдет ли Визерис дорогу. Был здесь и странный момент. В разговоре с Мормонтом Дейенерис повторяет слова Иллирио о том, что люди Вестероса ждут Визериса. Однако в одной из первых глав, когда Иллирио говорил эти слова, собственно, Визерису, было сказано, что Дейенерис уже тогда в это не верила. Интересно, какого мнения о себе Мормонт худшего, чем даже о Визерисе. Если тот тень змеи, то присягнувший ему достоин еще меньшего уважения. К тому же Мормонт рыцарь. Да, он продал людей, но то, что ему приходится делать в последнее время, не идет с этим ни в какое сравнение. Когда нам показалось, что мы достигли дна, снизу постучали. Он был беглым преступником, а теперь стал доносчиком. Это слишком недостойное занятие для представителя дома Мормонт. Но чего не сделаешь ради возвращения домой. Что же касается Дрога, то он не хочет обидеть или оскорбить Дэнни своим поведением. То, что она нужна ему исключительно по ночам, это просто единственный паттерн поведения, который он видел всю свою жизнь. Ну, видимо, до тех пор, пока Дэнни не получилось у Дореа. Теперь посмотрим, как изменится отношение Дрога к жене. Что думаете вы? Пишите в комментариях, будем обсуждать. Обязательно подписывайтесь, если вам нравится пересказ «Игры престолов», чтобы ничего не пропустить. И не забывайте мыть то, что мы читаем. До скорого! Пока!